всем привет с вами евгений это канал о видеонаблюдении сегодня мы поговорим о камерах видеонаблюдения как их выбрать какие бывают настройки на что они влияют типы корпусов какие технологии в них используются сделаем обзор небольшой тех технологий и расскажу о самых основных характеристиках перед вами картинка с образцами корпусов видеокамер картинка кривоватая немного ну что попалось пойдем по порядку слева 1 у нас камера с ночным с ночной подсветкой вот она подписана night vision то есть стоит у нее встроенный инфракрасная подсветка для того чтобы она смогла могла снимать в полной темноте такие камеры обычно ставится на улице то есть она защищена там от влаги мороза и так далее следующее это купольная в основном ставится в помещениях вот у этой модели тоже нарисована 10 как подсветка у него видно светодиодики но она тоже ставится в помещении это и тоже ночью освещает это это помещение видно кто по нему ходит даже даже если выключен свет следующее это примерно то же самое что и самая первая камера там в запах то есть подразумевается защищена она там от погодных воздействий ну в целом они все кто на улице стоит все видеокамеры они все сейчас защищаются они все герметичные в них вода там не попадает мороз там на минус 30 работают наш там китайские камеры следующий идет в 1 защищенный вон вандал резистент то есть это камеры выполнена из не всегда из металла в основном стекло у нее это очень прочный пластик который там не всегда можно разбить но скажу зависит конечно производителя кто какой пластик туда засунул вот то есть они выполнены обычно купольным в форме купола и когда их прикручиваешь к стене они прилегают настолько плотно то есть у них нету ни карнштейна то что ее можно ухватить с того камеру если ее хорошо прикрутить к стене то оторвать ее можно там при помощи какого-то инструмента там фонки какой-нибудь то есть это идет он подсунуть еще нужно умудриться есть это такая штука которая быстро не получится на рыбок оторвать там злоумышленнику и убежать там с ней придется повозиться ну или просто разобьет ее но это уж там если ему просто хочется навредить а не украсть там и продать ее следующие это боксовые камеры то есть это камера ставится в основном внутри помещения либо если не ставится на улице то они засовываются очень большой термо кожух там который и сам стоит достаточно много денег в такие такие камеры обычно там называются профессиональными на них накручивается объектив такой то есть это не маленький объективчик который там встроенный м12 там которого диаметр там 12 миллиметров на него накручивается cs объектив хороший с хорошей оптикой которая не искажает изображение позволяет хорошо видеть четкое изображение в темноте потому что у него светосила хорошего таких объективов они обычно оснащаются rd то есть автоматическая регулировка диафрагмы камера подстраивается под свет сама регулирует относительно отверстие диафрагмы и так далее то есть это такие камеры которые уже ближе к профессиональным следующая камера это пятизи камера это управляемая камера которого внутри которой стоит механизм который может поворачиваться приближать наводить зум зум бывает и разной кратности то есть это камера которая может управляться либо компьютерной программой либо джойстиком то есть оператором и работает она как оператор следующее это спай камера шпионские камеры к сожалению у нашей стране не запрещены у нас есть даже статья в колонны кодексе заведения скрытые съемки и за продажу и установку скрытых системы видеонаблюдения то есть появился этот там несколько лет назад сделали эту статью и резко в стороне продаж этих камер исчезла то есть и объективы пин холл которые в точечку конус такой который практически не видно если ее поставить то есть какая-то маленькая точка где-то то есть такие сейчас запрещены объективы их не продают хотя на алиэкспрессах на китайских сайтах их вовсю все продают если ничего такого но вопрос покупать его не покупать и как это на таможне ввоз покупка это всего пройдет ну это уж дело каждого свое вот но они вообще в принципе в природе существует у нас их не продают мини камеры это обычно как можно меньше сделанный корпус то есть внутри него стоит электроника который даже уже там зазоров между корпусом не имеет то есть это вот вот насколько можно было уменьшить ее этот корпус на что и чтобы туда вся электроника влезла вот настолько ее и уменьшили то есть очень удобные штучки под скрытые они не попадают если не продаются такие камеры ну глазу практически незаметно то есть если где-то в магазине на потолке она стоит то с первого раза ее не увидишь то есть надо присматриваться выискивать ее будет камера это ну она и как и уличные то есть но будет это пуля то есть все камеры которые имеют такую вытянутую форму они называются будет ами стоят на улицах далее поговорим о типах камер технологиях передачи сигнала вот перед вами табличка сравнения типов камер аналоговые камеры здесь дай айпи и ждите себя и будем рассматривать все многообразие hd камер то есть это hd tv и 7 1 чем отличаются это разрешением аналоговая камера в принципе измеряются разрешение аналоговая камера измеряется в тв линиях здесь указано просто d1 стандарт d1 стандарт это порядка 700 тв линии 720 хотя китайцы тут часы и 1200 пишут что там сомнительно потому что предел передачи сигнала там тоже он там меньше 1000 то есть какой-то маркетинговый уход у них но в целом d1 это стандарт под квадратный монитор который всегда был пределом это 720 точек на 540 это стандарт d1 960 h это был придуман когда появились широкоформатные мониторы то есть это вот именно ширину ширину монитора как бы увеличивает то есть картинка идет не 4 к 3 16 9 960 точек на 540 точек то есть это предельное разрешение видеокамер аналоговых после аналоговых видеокамер появились видеокамеры со стандартом hdsd то есть это полностью цифровой сигнал который передается пока аксельным кабелю точно так же как и аналоговый но за счет того что он цифровой он уже мог передавать разрешение 720p 1080p при 30 кадрах в секунду то есть он был даже на 5 кадров быстрее картинка чем аналоговая api технологии позволяет передавать любое разрешение это зависит от пропускной способности сети в которую камера включена и от мощности процессор внутри камеры то есть сейчас стандарт это он идет от 720p до 5 мегапикселей то есть сейчас камера свыше 5 мегапикселей в продаже нету хоть они и разрабатываются компания анонсирует что будут и 10 мегапикселей и так далее но вот в продаже можно найти до 5 мегапикселей технологии hdcvi также как и hd и tvi это аналоговый сигнал но он позволяет передавать большее разрешение чем аналоговая камера но он передает более высокое разрешение чем простой аналоговая камера то есть сейчас самое максимальное возможно это 1080p во всех случаях кроме айпи используется как сильный кабель есть небольшая поправочка аналоговый сигнал передается по радиочастотам как сам кабелю это антенный кабель который везде используется для телевизор то есть 75 ом его сопротивление такой же кабель используется для издия и где себя и и так далее то есть айпи используется витая пара то есть это уже соединяется компьютерная сеть это уже вообще совсем другое все остальное все другие технологии аналоговые издя и hd они все соединяются напрямую с устройством который будет писать этот сигнал который идет от камера но айпи может передаваться по сети хоть на другой конец земли то есть вот этом принципиальная разница айпи и всех других стандартов и ждем может работать только с как сильным кабелем причем очень хорошего качества где достаточно меди хороший экран и на если использовать плохой кабель то просто может сигнал затеряться и так и не понять причину то есть этот цифровой сигнал либо есть либо его нету он может просто быть черный экран и все и на этом все закончится аналоговые из действия и hd и ждите я и передаются должны передаваться по коаксельному кабелю но есть маленькая хитрость есть маленькие преобразователи которые позволяют передавать этот сигнал не по коаксельному кабелю а по витой паре это я пара это такая универсальная вещь которая можно проложить а потом поставить на нее даже может быть любую видеокамеру кроме из диай используя либо преобразователи либо айпи и так далее то есть если еще не определились какую камеру поставить то можно кабель уже можно проложить качество передачи сигнала в табличке есть среднее четкое это какие-то относительные понятия которым нельзя точно характеризовать аналоговая отличается тем что на него могут наводиться какие-то помехи на и жена и здесь диай помех в принципе не может быть потому что цифровой сигнал найти такая же ситуация там нет не может быть никаких помех на кабель то есть картинка всегда в изначальном состоянии какой как ее камера сняла так она на конце и появилась кабеля единственная проблема у айпи есть задержка связанная с передачей по сети и в момент настройки там фокуса это очень сильно накаляет очень много вызывает нервов когда ты крутишь объектив он только через пол секунды реагирует на твой движение вот ну и с часами синхронизация получается не очень потому что каждая камера она друг друга не синхронизирована и например человек в одну уже прошел в третьем он появился через там пол секунды в некоторых ситуациях когда отслеживается ход событий но это иногда мешает вот у hd и так далее задержек тоже нету и передается сигнал в исходном состоянии с помехи там тоже навести невозможно расстояние передачи аналоговый сигнал передается до 300 метров на практике 300 метров это выжимается из очень хорошего кабеля который там стоит больших денег сигнал просто начинает затухать затухать и это видно темнее темнеет чем больше расстояния и в итоге исчезает hd и sd и принципе предел его 100 метров и на очень хорошем качестве кабеля на плохом кабеле и там и еще меньше будет расстояние но ай пиз написано 100 метров это стандарт и компьютерной сети что одна ветка между свечами может быть не более 100 метров чтобы она работала но такого понятия как 100 метров в принципе его можно убрать потому что передать ее можно через используете свечи хоть на другую конец планета через интернет поэтому такой вот и подразумевается длина именно провода между ай пи камерой и с самим устройством следующим то есть там свечом и так далее везде себя я ждите тебя и у них всех заявлено по-разному это три конкурирующие технологии разных производителей и они вот за свои дальности передачей дерутся постоянно кто-то пишет 300 про другого кто-то про себя 500 и так далее ну вот в целом предел у них на заявлен 500 но никто на практике я не знаю проверял нет я лично не проверял насколько далеко работать него не приходилось как но написано что 500 метров пока к сильному кабелю он будет передаваться передаваемые сигналы аналоговая камера выдает на выходе только видеосигнал он это сигнал стандарт там полом может быть у нас в стране в основном пол где-то используют и нтс системы цветности это сигнал обыкновенное видео которое можно воткнуть в тв вход телевизора и так далее то есть это телевизионный выход но везде я идет цифровой сигнал она и на него накладываться еще можно наложить и аудиосигнал то есть если камера имеет функцию записи звук то есть у нее встроенный микрофон то по одному как самому кабелю будет передаваться видео и звук айпи там вообще все подряд можно передавать то есть и данные видео и все что только угодно то есть любая техническая информация между камерами и устройством записи передается можно и управлять и так далее это этой камеры и эту же функцию реализовали и учди себя и и ажди и так далее по моему только тебя и не умеет передавать звук далее идет помеха устойчивость ну как уже говорилось у аналогового сигнала помеха устойчивость никакая очень сильно он зависит от качества пайки разъемов прокладки с силовыми кабелями рядом и так далее то есть он подвержен наводкам если что-то рядом на если рядом есть какой-то источник сильных помех то на экране это будет видно в hd из диета же помехозащищенность слабая но она проявляется не в помехах она проявляется в том что сигнал просто резко пропал по каким-либо причинам непонятно при том что заявлен на 100 метров а он на 80 на 70 уже может не работать то есть если он не работает на всем раз взаимное расстояние то или либо кабель плохой либо какие-то очень сильные помехи вокруг но как это найти но это уже отдельный случай у айпи защищенность высокая определяется она стандартными компьютерных сетей то есть стандартным ethernet витой пары и так далее вот здесь себя я иди и тебе и помеховую защищенность высокая установка ну что может проще чем аналоговая видеокамера издей в принципе по монтажу от аналогового не отличается также как и сиди себя и и там hd и тебя и то есть это все вся установка заключается в соединении разъемов айпи установка отличается принципиально то есть мало того что нужно соединить провода нужно еще и настроить это и настройка и пи камера это уже уровень системных администраторов то есть тех людей кто разбирается хорошо в сетях ну сколько же зависит от сложности теперь перейдем к сравнению форматов аналогового сигнала высокой четкости то есть hd tv и 7 вот перед вами табличка которые перечислены все основные характеристики как видно из таблички разрешение всех трех форматов может быть до 1080p то есть full hd поддержка одновременного передачи аудио по одному и тому же кабелю вместе с видео есть у себя и его hd совместимы с существующей инфраструктурой по коаксельным сетям если у вас уже было установлено видеонаблюдение аналоговое то сняв камер поменять сняв камера поставить туда либо себя и тебя и hd специальное устройство регистрации поддерживайте формата то все три формата заработают по существующей сети работа с оборудованием других производителей себя это формат изобретенный китайской компанией адахуа они очень сильно его закрывают то есть ты их не свой какой-то стандарт который они используют ну у себя то есть они этим решили отличаться тебя и hd они более раскрыты то есть их производят и другие компании они более широко представлены сложность построения у всех низкая везде нужно только соединить разъемы все должно заработать передача расстояние передачи вот написано усиляет до 500 у тебя до 300 hd до 500 это очень относительно цифры они насчет этой цифры на выставках очень сильно спорят друг другу перечеркивают там когда ты подойдешь к одному тебе напишут одно другой напишет другое то есть это такой спор который они ведут актуальности таблички я не знаю кто ее делал и насколько здесь правдиво поэтому до 500 метров ну это предел ну минимум вроде как 300 должно быть тип кабеля себя и передается только по к акселу а тебе и hd по к акселу и по витой паре но витой пар что передать по витой паре нужно специальные преобразователи требование качество коммуникации у всех низкие то есть требование к качеству кабеля ну на низком уровне как у я аналогового сигнала поддержка матричных видеокоммутаторах видеоуделители это это уже в распределенных сетях это как бы знать даже не обязательно вот просто вот здесь заявляет что вот они могут потери на заявленном расстоянии но все пишут что нет то есть все будет работать как говорят задержек на заявленном расстоянии тоже нет то есть задержка присущи только айпи видеокамера сложность обслуживания у всех троих низкая потому что они собственно и не отличаются по техническому исполнению друг от друга стоимость решения ну вот они пишут что себя и тебя и средние hd низкая ну да в принципе hd камера сейчас по ценнику как и аналоговая камера этот проверять в принципе они очень сильно похожи у них и цена должна быть одинаковая а а Продолжение следует...